Просто нам на сайт послать свои свидетельства. Было бы хорошо для нас, это было бы очень для нас полезно и для других, я думаю. Даже если у вас в сердце будет такое, знаете, вот просто как может быть сжато какое-то свидетельство, и вы могли бы прислать его, мы будем очень благодарны, что Бог сделал и так дальше. Хорошо? Первым словом предоставляется Ларисочке, потому что она вызвалась. Она снимет носок. Будьте как дети. Я хотела такое свидетельство сказать. Когда вот давечи за нас молились, про ходатайственное вот это бремя, да, вот это, помните? И потом Крэг сказал, спросите, пожалуйста, у Господа, почему вы здесь в доме молитвы, почему он вас привел в дом молитвы. Ну я лежа на полу подумала, да я знаю, что Господь мне час дал здесь, да я знаю, что я здесь. А потом я подумала, почему не послушать учителя? Учитель сейчас говорит, спросите у Господа, чтобы он вам сказал, почему вы здесь и почему он вас сюда привел. И я подумала, ну хорошо, я просто сделаю то, что сказал учитель. Вот. И я сказала, Господь, скажи мне вот по этому поводу то, что ты хочешь сказать. И я сразу услышала вот эту фразу, да не говорит, там, сын иноплеменника и евнух. Думаю, что же он там не говорит. И знаю, что это имеет отношение к дому молитвы. Вот. Ну, есть, слава Богу, симфония. Вот. И я нашла место писания из, как вы думаете, какой книги и какой главы? Исайя 56. Исайя 56. Вот. И если вы мне позволите, я бы с удовольствием прочитала это место писания. Вот. И вот я лежа на полу, почувствовала, что Господь мне вот это место и сказал. Он мне сказал, да не говорит, в смысле, чтобы я не говорила. Так. А я вот теперь говорю, что он мне сказал не говорить. Тут немножко другой перевод, то есть не то, что дословно, что мне Господь сказал. Я же синодальный читала, поэтому он мне синодальным сказал. Вот. Ну, здесь в этом переводе так говорится. Пусть никто из чужеземцев, присоединившихся к Господу, не говорит. Господь непременно отделит меня от своего народа. Пусть ни один евнух не сетует. Я только засохшее дерево. Ведь так говорит Господь. Иисус. 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 Время этого времени. Так, пожалуйста. Нет? Хорошо. Вот, Наталья. И Господь тоже дал имя лучшее. Спасибо Господу, что я на этом месте. И знаете, это когда Господь наполняет, и когда тебе приходится спрашивать, Господь, чем же можно поделиться, потому что это просто переполнение. Я знаю, что Господь будет высвобождать в каждом месте свое откровение. Для каждого человека у него есть свое откровение, которым он нас наполняет. И когда я сегодня вот слушала Вику, слушаю Ларчик, у меня такое состояние, знаете, как вечность хочется слушать. Вот эти вот, ну, перевариваешь все, что произошло, и как хочется вот вечность слушать. У меня раньше с поклонением так было, такое переживание, как ты в вечность вошел. А тут вот мне первый раз как слушать хочется. И я понимаю, что Бог что-то новое высвобождает вот через общение. И как вот Бог говорит, я возвращаю ожерелье невесте. И у меня было вот это, знаете, как Духом Святым, только Духом Святым мы можем стать рядом. И нам нужно позволить Богу построить это строение, потому что только Бог знает, как это выстроить. И я сегодня еще видела, когда Вика говорила, я видела видение, как Бог кладет семечко, и сразу вырастает колос. То есть это быстрый рост. И я хочу поделиться. Интересно, что самое сокровенное от Бога у меня произошло возле моря. То есть здесь было много откровений всего. Но я хочу поделиться то, что Бог сделал, и то, чем Он сказал поделиться. Я утром пошла к морю. Я уже здесь, слава Богу, не первый раз. И у меня уже есть определенные места с Богом. И я решила пройтись по этим местам. И я вышла туда к фонтану и села просто на скамеечку. И Бог обращает мое внимание на женщину. И эта женщина, она, ну вот нищенка просто. Она, лицо ее просто в язвах. И она где-то вдалеке сидит, то есть мне плохо ее видно. Я повернулась и думаю, ну вот сейчас встану, там положу две гривны. Вижу, что у нее стаканчик есть. Думаю, обратила внимание. Думаю, ну положу две гривны. И потом начинаю спрашивать, Господь, ну ты, наверное, обратил же мое внимание на нее. И знаете, вот у Игоря Кураксина было когда-то по этому поводу откровение, что у нас есть привычный путь, знаете как. Вот тут благословлю, вот как я думаю по своему пониманию. Но я просто открыла для себя, когда я спрашиваю у него, насколько у него большие планы, ну больше, чем мои. И он говорит, а больше можешь дать, чем две гривны? Я говорю, ну могу, могу десять дать. А он говорит, не важно, сколько ты дашь, ты просто подойди и сядь рядом. И знаете, когда я подошла, я просто молча села рядом. И она подняла голову, и я увидела просто глаза бездонные, я понимала, что это Иисус. Знаете, и когда мимо этого пройти невозможно. Когда ты смотришь в глаза, и этот человек, мимо которого проходит, как мимо мусора просто. и Бог сказал, что я буду обращать ваше внимание. И после этого я говорю, я хочу вас благословить. и пусть Бог вас благословит. И она смотрит на меня беззубым ртом, она мне начинает улыбаться, смотрит вот этими глазами, говорит, девочка моя, я болею. Я спрашиваю, давайте мы с вами помолимся. она говорит, хорошо. Я начинаю молиться об исцелении. И я говорю, а как тебя зовут? Она говорит, Вера. И это как молнии просто меня прошивало. И я понимала, что эта команда здесь для того, чтобы исцелить веру на нашей земле. И знаете, у нас была пастор Шарлотт в Харькове. И она когда-то свидетельствовала о том, как она пошла в тюрьму и пришла к одной женщине. И эта женщина, она где-то лежала в грязи, в овшах, ну вообще вот такая. И она говорит, я ее сгребла к себе. И я понимала, что это не я, что это Иисус. Что Иисус вдруг проявился во мне. И мы с ней помолились. И знаете, было очень интересно, когда она говорила, мое имя записано в книге, мое имя, вера, записано в книге жизни. Вы знаете, это просто для меня было огромным свидетельством. И я ее обняла, и я понимала, что как Иисус вошел в меня через нее. И когда я шла сюда, ну от моря, мое внимание было на каких-то калеченых, еще чем-то. То есть Бог вдруг высветил вот этот свет, до кого он хочет прикоснуться. Или просто помолиться. И нам важно понимать, нам не важно тащить человека в церковь. Бог иногда вообще входит в человека, он дает прообразы. Мы иногда думаем, вот церковь поможет, там еще что-то. Но Бог хочет по-другому действовать. И Бог мне, ну я не знаю, как она будет действовать. Бог мне сказал, что Бог покажет, где тебе умыться, и ты очистишься. И я сегодня молилась здесь, и когда я только приехала, я видела, ну, дерево, которое не распустилось, и Бог обратил мое внимание и сказал, эта молитва будет иметь силу. Поэтому я хотела не просто посвидетельствовать, я хотела, чтобы мы помолились об этом, чтобы вера на нашей земле, она была исцелена. И Господь, спасибо Тебе за эти дни, спасибо Тебе за эту группу молитвенную, ходатайственную, спасибо, что мы не сами, Господь, а Ты уже утверждаешь нас на обетованной земле. И мы просим, чтобы Ты прикоснулся к вере. Хей! Чтобы Ты прикоснулся и исцелил Господь. Чтобы пришло особое исцеление, чтобы пришло омоложение, чтобы вера, которую мы будем видеть, она была молода, красива. Боже, мы благодарим Тебя, чтобы в нашей церкви вера возрастала, как Ты показал, из зернышка сразу выйдет голос. Спасибо Тебе, Господь, за Твое помазание, за каждого помазанника, Господь. Спасибо. И мы верим, доверяем Тебе. И знаете, что мне еще Господь на этом месте показал? Я видела обычно, как бы слово было, знаете, вот к орлам, так к орлам, там к маленьким, к маленьким. Я видела, как тут Бог собрал всех. И слово было, вот знаете, как и младенец поймет, и младенец уловит. И это как семья, это как что-то Бог делает вообще по-новому. Поэтому Бог пусть благословит это место. И мне Он сказал, что я буду здесь и буду служить. У меня такое, Господь, как это будет, только Ты знаешь. Но я очень Вас люблю, очень Вы мне дороги. Спасибо Вам большое. Спасибо, Наташа. Вот Ты сейчас служила Господу на этом месте, перед Его лицом. Добро пожаловать в молитвенный дом семейного типа Ямпа. Так, хорошо. Кто-нибудь еще хочет засвидетельствовать из наших участников этой долгой конференции? Я хочу прославить Господа, потому что на этом месте я почувствовала, что Бог меня воскресил. Я просто уже потухала. И у меня были мысли, что я просто хотела уйти. Я в последнее время, даже зиму я жила, как в тюрьме, понимаете. У меня квартира, я осталась одна. Вот. И я ходила на служение, я молилась, так, знаете, там, занималась своими делами, ну, вот как-то так не было у меня. Я просила, и Господи, зажги меня, и как-то временами это получалось. Ну, и все равно я чувствовала, что где-то я потерялась. вот, и я вспоминала Кировоградскую конференцию, потом мы сюда стали ездить. Я все время вспоминала, как вот, знаете, как радостно, как бы в доме отца, хорошо, солушные, да. Вот. Ну, у нас там происходили перемены, часто пастыра менялись, вот, приходилось как-то, знаете, подстраиваться, ну, быть на передовой, потому что, вот, как бы, нас там несколько человек, мы, как бы, костяк церкви, считаем себя, вот мы, ну, а что мы по поте, кто я? Вот. И я где-то улетала. В общем, вообще, одиночество, это, в общем, как бы, и обвинения какие-то приходили, потому что, ну, как бы, в жизни так было, все, как хотелось бы. Вот. И я тяжело работала в молодости, много глупостей делала, и я чувствую, что я физически просто разбита. Я не хочу ни на работу, никуда, я не хочу ничего, понимаете, долги стали расти, вот, и, как бы, уже думаю, ну, больная, и, как бы, никому не нужная, что осталось. И вот я приехала сюда, понимаете, я чувствую, что я, как бы, нахожусь, ну, вот, как понимаете, ну, действительно, в тюрьме, вот, заточении в каком-то, я не могла раскрыться. Я смотрю, улыбаюсь, думаю, что я здесь делаю как-то. Хочу пробиться, но не знаю как. И вот, спасибо Господу, что Паша помолился за меня. Знаете, я получила освобождение, я в тот же день, и такое облегчение, пришло, это ермок, какое-то свалилось с меня, груз какой-то тяжелый. Я понимаю, что мне нужно оставить, как сегодня Вика говорила, оставить, вот это все позади. Ну, трудно оставить, когда есть внуки, но недалеко, дети тоже, дочери у меня далеко от меня, ну, Днепропетровской области, но все равно не рядом, тяжело. Вот, и когда я услышала это, я все время говорила, Господь, я за Тобой. У меня ничего, действительно, вроде бы, как и неважно здесь такое, вот там обогащаться, там, знаете, как бы обрастать чем-то богатством, но понимаю, что необходимое надо, ну, как-то его же надо где-то зарабатывать, я все на свои усилия, на свои силы, вот там пыталась, как бы, где-то чем-то заниматься, вот, но ничего не получалось, вот, вот здесь я поняла, что Господь, вот, начал меня исцелять, и я тут же получила исцеление, у меня рука болела, плечо сильно, крутило, ныло, так больно было, знаете, у меня все, весь разум был боли в этой, я рано в Иисусе исцелена, ну, я верю, Господь, я принимаю, я верю, 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 но оно как-то и не происходило, вера у меня была, вот, как сказала сестра, наверное, больная была вера, вот, и не какое-то было неверие, и часто мне, молились за меня, говорили, что выйди из лодки, вот, вера должна быть, это неверие, вот, я говорю, ну, как это, я верю, я же веровала, я верю, что Господь есть, что Он любит меня, верю, ну, вот, понимаете, вот, какой-то вот в том, что на него только надеяться уповать, у меня как-то вот, ну, все равно не хватало чего-то, и с ногой была проблема, я не могла, вот, обуться и выйти из дома без боли, я должна была ходить и привыкать к этой боли целый день, и потом, приходя домой, я снимаю обувь, и мне так больно, ну, в общем, я обратилась к врачу, он сказал, только операция нужна, я сказала об этом, Павел помолился, и вы знаете, я забыла, я забыла за эту боль, я на седущий день ехала сюда, я обулась, я иду даже, и не обращаю внимания, хотя дьявол, он пытался меня еще как бы внушать мне, что ты больная, вот, я говорю, нет, и я приехала сюда, у меня плечо, как начало снова болеть, с ногой, слава Богу, сразу все в порядке стало, конечно, палец еще немножко, как бы физически выглядит, не очень красиво, но я верю, что он выровняется, вот, я свободна просто, уже иду, слава Господу, и вы знаете, я просто осталась здесь, стою, молюсь, и вдруг мне боль такая сильная, и Дух Святой, как бы, начал работать моей рукой, нет, нет, она не возненна от меня, вообще не моя, не моя эта боль, так вот я ее откинула, и слава Господу, прошло все, понимаете, аллилуйя, слава Иисусу. Господь, мы благодарим Тебя за исцеление нашей сестры в ее духе, душе и теле, славим Тебя, целитель наш, восхищаемся Тобой, что Ты живой Бог, и Ты, Бог, целитель, благодарим Тебя, что Ты исцеляешь ноги, исцеляешь руки, Боже, уши, Господь, мы благодарим Тебя за исцеление, которое Ты сделал на этих трех неделях, Господь, благодарим Тебя, что Ты ознаменовал, Господь, Твое Слово, Твоим присутствием, в котором есть исцеление, Твоя исцеляющая любовь, Боже, мы благодарим, что Твоя любовь, она освобождает нас, благодарим, что Твоя любовь, она исцеляет нас, Твоя любовь, она облегчает наши страдания, наши муки, Боже, снимает, благодарим за Твою любовь, которая все это совершает здесь, сейчас, Боже, повсеместно, Господь, благодарим Тебя и прямо сейчас просто целуем Тебя, Иисус, мы восхищаемся Тобой, Боже, мы целуем Тебя, Иисус, Ты такой благий, Ты победитель, Ты победил смерть, Ты победил болезнь, Ты победил ад, мы восхищаемся Тобой, прекрасный победитель наш, Аллилуйя, славим Тебя, Аминь. Здравствуйте, меня зовут Валентина, я в Солушты, я приехала с кучей болезней, да, у меня недавно врачи был диагноз, у меня остеома головного мозга, это опухоль, ну, не злокачественная, неврология головы, челюстная, воспаление лимфы, лимфы челюсти, воспаленные, гепатит С, зрение плохое, в общем, сейчас брат наш, Паша, молился за меня, через него, я получила полное исцеление, я ушла без очков, забыла их, я вижу все, я всех вас вижу, я вас всех люблю, слава Господу нашему, спасибо, аллилуйя, слава тебе, Господь, с того приводу, да, взвольте мне такую маленькую историю расповести вам, однажды, один человек в одном городе молился утром и говорил, Господь, мне кажется, что ты говоришь к нашей церкви такое слово, из Исаии 61 главы, что дух Господа Бога на мне, потому что он помазал меня, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать бедным, и в Англии, я не дословно сейчас говорю, но суть, да, и он помолил, он молился об этом и говорит, Господь, если действительно это слово, которое ты даешь нам, нашей части тела Христа, вот нашей церкви, нашему вот этому сообществу, содружеству, то, если это так, можно, чтобы сегодня было одно из этих чудес, о котором здесь говорится, о том, чтобы либо глухой начал слышать, либо чтобы слепой начал видеть, это было бы хорошо, чтобы ты именно сегодня подтвердил свое слово, которое ты даешь нам, такого рода свидетельством, вот, и что самое интересное, вот, я лично своими глазами видела, своими устами переводила этот процесс, вот, и в конце служения, как всегда, были люди, которые вышли на призыв покаяния, покаялись люди, и потом, как всегда, мы молились за них, и благословляли, и не могу сказать, что непосредственно за кого-то, особенно за исцеление даже молились, просто благословляли людей, и потом один такой пожилой человек, такого вида, как будто, может быть, даже у него нету дома, вот, и он вдруг начал очень сильно радоваться, и ходить по сцене, и как-то так вот, очень бурно радоваться, скажем так, ну, будучи людьми любознательными, подошли к нему и сказали, что же вы так сильно радуетесь, дорогой наш прекрасный брат, вот, новорожденный, а он говорит, так у меня же, говорит, хрусталика глаза не было, а теперь, говорит, я вижу, и хрусталик глаза у меня есть, вот, аллилуйя, так вот, и у меня такое впечатление, что, может быть, на этом Господь вместе тоже хочет что-то сказать, посредством того, что в самом начале школы у нас было видимое, нашими ушами слышимое, глазами видимое, исцеление уха, то есть глухие слышат, вот, и сердце, да, вот, то есть сокрушенных сердцем, да, сердце, вот, теперь нам сестра засвидетельствовала, что Господь исцелил ее глаза, да, вот, измученных освобождает на свободу, это похоже на то, что Иисус, Он живой и ходит среди нас, вот такое впечатление, потому что, когда ученики Иоанна Крестителя, который предтеча, пришли к Иисусу и говорят, Иисус, ты тот или нам другого ждать? А Иисус говорит, пойдите, скажите Иоанну, больные исцеляются, там, глухие слышат, там, ну, там, ну, в общем, вы помните это местописание, которое иллюстрируется на этом месте, поэтому мы просто восхищаемся Богом, Господом, который Он реально чудесами и знамениями свидетельствует о своем слове, чтобы мы не усомнялись, не усомнились, когда придут трудности и сложности, и когда, может быть, знаете, солнце, оно всегда есть, это факт, солнце всегда есть, оно иногда ходит ложиться спать, а потом поднимается, как жених, и бежит в свое поприще, да, вот, но оно всегда есть, оно существует, Бог его сотворил, солнце, правильно, вот, а еще такой есть момент, что солнце всегда тоже там где-то светит, где-то там иногда, иногда где-то здесь, но мы иногда находимся не в достигаемости его лучей, ну, как бы, они-то все равно нас достигают, но мы не видим яркий его свет, правильно, вот, у меня был классический пример, я летела на самолете, и пока я была над облаками, солнце сеяло ярко-ярко, а потом я приземлилась на землю, а там туман, в общем, сырость, мрак, и просто такое чувство, что как будто солнца вообще нет, так вот, мне кажется, что Господь нам сейчас сияет своим светлым лицом, чтобы мы знали, что Он у нас есть, Он живой, Он всегда есть, что Он добрый, что, ну, Он сверхъестественный, и что эта сверхъестественность, это реаль, это и есть реалия, а то, что иногда есть облака и тучи, то это просто нужно, либо сесть на самолет и подняться в воздух, там, где солнце, либо иногда нужно встать и поехать в другое место, где оно сияет, вот, ну, а у нас есть транспортное средство, так сказать, духом, мы можем всегда к нему подниматься, Господь, благодарим Тебя, и еще раз восхищаемся Тобой, что Ты говоришь к нам, Твоим детям, аминь, кто-нибудь еще хочет? Так, вот, Кристина, давайте мы так будем кратко, да, вот конкретно, вот, и восхищаемся Господом. Вчера вечером мы остались здесь, стали молиться, и я почувствовала сердце Иисуса, которое говорит, я хочу себя явить моим детям. Он говорит, мое сердце стена, это того, что некоторые поклоняются Богу, который просто висит на кресте, который немощный, но он хочет это дать знать не только невесте, а всей земле, и хочет дать эту жизнь свою, совершенную, радостную от него, и это будет огромная волна, огромная торнадо, и которую уже никто и ничто не остановит, и это будет предвещать ему тысячелетнему правлению, и он говорит, я жду, я жажду просто, когда я смогу прийти и явить себя своим детям, явить себя то, какой я, какой я любящий, какой я радостный, какой я совершенный, и он действительно будет открывать, это время будет открытие глаз слепым, уши глухих будут открываться, и дети, которые его, но они не в церквях даже, они там ни языками не молятся, он будет давать им духовный запах везде, повсюду, это прям будет вот такое излияние, вспышками прям, ой, и у нас спахло, и у нас, и мы ангелов видели, и мы песни слышали, и это он начинает делать здесь и отсюда, и это база его, и он ресурсы готовил и готовит по всей земле, и то, что он делает, он сосредотачивает сюда ресурсы, и то, что даже вот в Айхопе они уже могут оставить свои молитвенные дома, да, и куда-то ехать, он очень многих сюда привлечет, потому что это будет движение, которое никто в стороне не останется, тот, кто идет за ним, будут те, кто останутся в стороне, которые будут жить своей обычной жизнью и не узнают его прихода, как было, когда он первый раз был на земле, когда сказали, нет, это не Божий Сын, это не Мессия, и будут те, которые будут говорить, что это не Мессия, но я вижу, как он просто улыбается и говорит, мои ноги стоят здесь, это моя земля, и я в партнерстве с вами, и я с вами, и хочу дать вам это понимание, чтобы вы понимали, насколько я с вами близко, что я сосредотачиваю все сюда, все мои войска, все мои силы, всех моих ангелов, все сосредоточено сюда, потому что мои глаза сейчас обращены здесь, и он говорит, что это будет такое, что это будет движение, которое, то есть со всего мира сюда будут приезжать люди, не для того, чтобы просто прикоснуться к тому, что делает Бог, но он отсюда с Ялты будет свои парусники отправлять, я видела на набережной парусник, и я увидела там Катерина, потом, когда реальные глаза увидели, там было написано черная каракатица, и вот он будет из черных каракатиц делать Катерин просто, и отправлять отсюда, не только Катерин, но именно вот будет подготавливать здесь, и будут нести его любовь, его движение, его течение, это будет глобально, это то, что охватит всю землю, и вы не представляете, то есть у меня внутри все просто разрывает, насколько он милостивый, что он позволяет нам поучаствовать в этом, что он не оставляет нас в стороне, что он действительно избрал слабое, избрал немощное, избрал несильное, избрал больное, хромое, то, что делает ровным и прямым, избрал слабое, что делает сильным, избрал тихое, что делает громким, и он дышит мощно, очень сильно на это место, сегодня утром я когда встала, и я знаю, что я еще сегодня здесь, завтра здесь, и у меня такая тоска, печаль какая-то, И я стала молиться, он говорит, это ребята плачут, которые в самолете сидят, в Айхопу летят. И я до этого, он говорит, потому что мое сердце здесь, и они уезжать не могут. Ну, он говорит, я сюда привлеку их многих, и они здесь будут много времени, и потом просто, ну, то есть как-то он их планы даже будет менять, потому что, говорит, мое сердце здесь, и мои глаза здесь. И вот он показал их печаль просто, я стала молиться, чтобы Бог благодать свою злил. И у меня было здесь такое, я говорю, боже, ну, как-то я думаю, я понимала, что надо поститься, до поездки поститься там, ну, здесь где-то. Он говорит, ну, расслабься, отдыхай, то есть. А сегодня утром, он говорит, вот твое время поститься, принимай эстафету, мы в одной упряжке все. И ребята постили здесь, они сейчас уехали, и он говорит, все, входи в пост, вот в одной упряжке, понимание. И он сюда сосредотачивает все свои силы. И знаете, что Иисус в партнерстве с вами, со всеми нами, мы все в одной упряжке, все в одной упряжке. Я скажу, в чем я жила, в чем я находилась. Когда я оказалась здесь, он поднял все пророчества, которые мне Бог давал пять лет назад, которые Бог давал, он рожать стал эту землю. Эта земля была действительно уже очень сухой и каменной, и я сама и поклонник, и ходатый. И, ну, он мне сказал здесь, ты будешь здесь, и будешь, ну, он сказал, я буду через тебя пророчествовать всей земле. И это вчера Грег подтвердил. Когда подошел ко мне, он говорит, как только положил руку, я слышу пророчествующий ходатай. И, то есть, он меня здесь, Бог меня здесь ожил. Потому что, знаете, когда ты живешь своей жизнью какой-то, и ты думаешь, может, ты где-то не домолился, не допостился, или, Господь, может, ты поручение это передал кому-то другому, то, что ты говорил тогда, и эти слова дали жизнь мне. Потому что, когда я пришла к нему, он меня в буквальном смысле слова воскресил. И физически, и душевно, и духовно, когда стал говорить о том, что хочет делать через меня. И он называл и показывал страны, и я не понимала, что это обозначает. И самое первое пророчество такое, которое он дал, это было четыре года назад, когда я сюда ехала на Скинию, и меня Дух Святой повел и стал показывать саммиты, которые здесь происходили, передел территории земли. Иисус сказал, это моя земля, и я сам здесь буду делить мою землю. Я сам здесь буду делить мою землю. И Он сказал, я поделю здесь на города, страны, я поделю Америку по штатам даже. То есть я не знаю, что это обозначает, Он подтвердит. И здесь еще три дня назад я тоже такое слышала убежище и слышала города, что мы все города, вы каждый здесь город. Город, в котором укроются многие. Город, в котором просто укроются многие. И мы были на набережной два дня назад, и подошел Антон, и он говорит, я полгода слышу в духе Кристина, 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 и мы встречаемся на набережной. И я думаю, ну, Господи, ну да, я Кристина, ну и что? И Бог через меня начинает ходатайствовать за Него, и на Него огонь сходит просто. И я вижу, как Бог ему дает коробок со спичками. И Бог говорит, я тебе скажу, где зажигать эти спички. И вот так очень сильно Бог коснулся, и рядом стояла милицейская машина. И я видела эту благодать, потому что мы стояли с пустой бутылкой кваса, с пустыми стаканами, и все такие хорошие уже были. Но никто этого не заметил. И я увидела, что потом мы пошли в Макдональдс, и Бог его там тоже очень сильно касался. И это Божье присутствие, оно было не на нашем столике. Оно уже за стекло пошло, потому что были люди, которые прилипли к стеклу, и они понимали, что что-то происходит. И стоял парень, который курил, а другой рукой он вот так держал. И я это почувствовала, что он это уже делает по всей Ялте. Он уже ступает по всей Ялте. Он уже делает это здесь, на этой земле. Он говорит, это не будет город разврата, это не будет город блуда. Он сюда сосредотачивает свои силы. Он сосредотачивает сюда своих детей. У меня есть такое понимание, что здесь он будет что-то аномальное делать, аномальное в его плане. Сосредотачивает сюда свои корабли, своих детей. Здесь упадут цены на недвижимость. Он не делает это городом блуда. но я гуляла, когда по набережной, 4 дня назад тоже утром рано, и я говорю, Господь, я не понимаю, что происходит. Начало сезона, и везде сдается, 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 сдается бизнес, сдаются рестораны, магазины перед началом сезона. Я говорю, Господь, что происходит? Он говорит, это моя земля, это мой город, это мое место, Ялта моя, и я здесь свой порядок делаю, я здесь буду делать, как я хочу. И пришло понимание того, что те люди, кому Бог положил в сердце, здесь купить недвижимость, ну, и быть здесь, быть частью того, что здесь делают, что будут деньги на покупку квартиры, а Бог говорит, они дома купят, купят дома и будут здесь. И вот это пришло понимание, что вот это вот, что это его город настолько, что, ну, здесь даже, ну, недвижимости много, просто его будет, ну, для его детей. И то, что вот он дышит уже здесь, идет по этому городу. И он жаждет, он жаждет прийти сюда. И действительно, он говорит, да, есть те, которые тоже молились и просили об этом, те, которые не приняли это, но он говорит, кто меня родит? Кто родит вот это последнее движение? Кто родит это пробуждение? Я не могу смотреть, как стонет земля. Я не могу смотреть на детей беспризорных, на проституток, на аборты. Я не могу на это смотреть, на земля стонет. Он говорит, кто родит это? Кто это родит? Кто это родит? Он говорит, кто это родит? Кто меня примет? Кто примет сына? Потому что я жду, когда придет это мое тысячелетнее правление. Он говорит, я жажду уже, я жажду. Мои ангелы уже сосредоточены, чтобы высвободиться и просто направиться. И он говорит, что это место, это оно, это здесь. И многие это не примут и скажут, это опять лжеучение какое-то, и будут свои ярлыки вешать на это. Но он говорит, это место, это здесь, откуда я начинаю шагать по всей земле. И все свои силы я сосредотачиваю сюда. Это то, что Крэг учил вчера. Помните, он говорил, что как Божие правление через вот этот образец скинии Давидовой, что в последнее время он восстановит скинию Давидову в этом поклонении, в молитве. И через это правление Иисуса на землю приходит. Вот то, что сейчас Кристина говорила, да, вот про тысячелетнее правление, да. Вот что вот его правление, оно все ближе и ближе, или как все больше и больше утверждается на земле, когда мы все больше и больше соединяемся с ним в его молитвах, в его провозглашениях, в его действованиях. То есть то, что мы это делаем здесь, это не просто, как, знаете, нам хорошо мы провели время, а действительно это, ну, как наша функция, как Бог сотворил нас, и Он поставил нас на этой земле вместе с Ним править, управлять, да. И мы приближаем приход Иисуса, мы приближаем Его правление тем, что мы в послушании учимся, как вместе с Ним это делать. Аминь. Сразу хотела сказать, после того, как сказала Кристина, как Бог Сара и Авраам, Авраам поменял на Сара, два Р, да, и Авраам. Так у нас будет не Ям, три буквы, а Ямб, Ятинская международная молитвенная база. Вот прямо сейчас так четко, три буквы на четыре, да, поменяет. Потому что это действительно будет международная база, и уже становится, да, на самом деле. Извините, пожалуйста, тут есть добавление. Пять букв. Международная молитвенная миссионерская. Пять числа благодати. Пять числа благодати. Я еще хотела сказать. Кто-то, я не знаю, кто-то из американских братьев коснулся притчи о десяти девах. Пять, которые побежали за маслом, пять осталось, все знаем. И пять, которые побежали, и вдруг крик. И правда, для многих, наверное, откровение было. А кто кричал? А кто кричал? И мне просто, а кто кричал? Ну, естественно, сказала мы. И мне вспомнился сон, который я видела четыре года назад. А сейчас, особенно в последнее время, Господь показывает такие сны. Много. Те, которые меня не касаются, они смутные. И все. Помню какая-то суть, и все. А то, что меня должно назидать, касается для церкви, для моей личной жизни. Прям додетально, додетально показывает. И вот этот сон был такой. Я пошла в поезд. Во-первых, мне Господь сказал, а ты говоришь своим родственникам? Говоришь, вот, которые живут в Казани, которые живут в Москве. Там три сестры, у каждой по двое детей, и племянников много. И у них дети. Да нет. Здравствуйте, до свидания. Я вам желаю, благословляю. Ну, там три слова. Да нет. И он на каких-то летательных аппаратах интересных меня туда довозил. Я всех приглашала к себе. И хотела что-то я, как будто бы, всех вместе собрать и рассказать. Ну, а потом я пришла на какую-то платформу во сне. На платформу и поезд. Я когда зашла в этот поезд, он какой-то такой, какой-то инопланетянский, инопланетянский, какое-то честное слово. И потом он не поехал, а стал лететь вверх в виде лифта. По-моему, такой скоростной. И я прилетаю примерно на такое расстояние, как мы в детстве видим, вот на такое расстояние, как Луну мы видим. И я вот с этой планеты вижу Землю, наоборот, Землю. Ну, раз Земля намного больше, чем Луна, она большая. И вдруг он, как бы, крупным планом мне стал показывать, ну, так, наводит, наводит, раз, побережье. Смотрю, Ялта наша. И так крупно, как прямо передо мной Ялта. Вся со всеми улочками, все точно самое. Большая Ялта, вот гора Медведь, вот кошка. И все люди ходят. Я, главное, о них всех знаю. Самое интересное, эти идут на пляж какой-то. Какие-то приезжие, знаю, из какого города. Все о них знаю. А раннее утро, раннее утро те идут на работу. Все такое, все своим делом занимаются. Раннее-раннее утро где-то. Восемь-семь часов утра. И раннее лето почему-то. И тут я ощущаю, а сама ощущаю, мне Господь говорит. Сейчас говори им всем. А я, и такой тонкий свет, и вижу. Он-то приближается. Вот сейчас же, сейчас, сейчас он скоро придет. А сама себе говорю. А что я? Я-то тут как Моисей отбивался. Да костноязычная. Я ничего не могу. И что я что-то мне за привилегия такая мне говорить. Конечно, одновременно и гордость какая-то была. Я много так переживала в том сне. И в руках у меня оказался такой большой рупор. Я этим рупором думаю, а что мне говорить? А я сама за спиной чувствую, еще ближе, еще ближе свет этот. Думаю, так надо быстрее им же говорить. Я думаю, а что говорить-то, Господь? Я говорю, люди, все. Я какие-то слова нашла тогда. Я не записала этот сон. Я такие важные слова им говорила. Все, нет времени на раздумья. Бегите, бегите. Я думаю, что вам в церквях расскажут. Вот тот район, вот я вижу около Спартака. Я говорю, идите, там есть церковь. Это четыре года назад. Там есть церковь. Называю имена пастеров. Стройгородок вижу. Вот вижу стройгородок. Я говорю, там тоже я знаю. Мира, там на Мира церковь есть. Воложки есть, есть где-то в Воложке. Я вот что, знала? Я говорила. Я говорила, вот там на набережной есть. А мы уже здесь собирались. Вот как раз только начали собираться. Называла всех пастеров. Александр, Мирослав. Говорю, идите, кто где поблизости. Звоните, зовите своих людей. Они вам там расскажут. По-моему, я даже, кто около Невского. Я говорила, православная церковь. Я говорила, там хоть расскажут вам, что дальше делать. Ну, нет времени. О, вот такое я, вот такое, да. Вот такое я видела. Потом, а вчера так ожила. Да. И ожила. И действительно, это обновило во мне желание это говорить. Желание. А потом, когда я недавно видела сон, что я увидела какого-то реку. И в реке столько рыбы. Ну, такая красивая рыба. И все они меня знают, все рыбешки. Я зашла в эту воду. Они около меня такие. Я так около них. И глажу их. И вот это с ними там разговариваю. А она совершенно девственная. Река о ней никто не знает. Она вот рядом, и никто не знает. Я как будто бы побежала. Я думаю, ну, рядом с городом же она. Я в церковь пришла. Мне спрашивают, а что, где вот столько рыбы-то? Я думаю, боже. Я не стала говорить, где эта рыба. Это те, которых я знаю, которым я должна говорить. Потом мне пришло понимание, что те, которым я должна говорить, которых я знаю людей, близких, родных, знакомых. Вы о них не знаете никто. Я о твоих не знаю. Там о твоих многих. Я должна им говорить. Вот этот крик о том, что идет, приближается. Он у нас должен вот прям вот так раствориться, вот сюда войти и раствориться. Что мы говорить должны. Действительно, что идет. Мало времени. Идет. Аминь. Много, конечно, хочется сказать, но постараюсь как бы все вместить в несколько слов. Первое. Я думаю, действительно, Господь, что сказать? Потому что можно просто целую часть устоять так вот одному человеку. И я говорю, Господь, ну что мне сказать? И я чувствую, я хотела сказать, я очень счастлива от того, что я здесь. Потому что здесь я обрела то, чего у меня никогда не было. Здесь я обрела семью и покой. И я здесь успокоилась по-настоящему. Я забыла вообще о том, об этом вот презирании, когда тебя твои родные люди презирают. Вот это все знают, это чувство, когда тебя домой не хочешь идти, тебя ноги не несут просто. Потому что ты знаешь, что сейчас придешь и получишь что-нибудь, слова какие-нибудь в сердце больные. Я уже забыла об этом. И очень много снов, пока здесь была школа, мне показалось последней неделе очень яркой. И я видела сон. Он очень такой, очень обширный. Я буквально коротенько. Я была дома у себя в Симферополе, где я раньше жила. И со мной был мальчик лет восьми, семи. Я думала, это мой сын, но это как бы, я не знаю до конца, это был мой дух, наверное, как внутренний человек. Или ребенок, я не знаю, правда, или поколение. Я не знаю, что это. И я видела, как сатана, он приходил постоянно в этот дом. Каждый раз он принимал разный облик. То это была женщина, которая принесла книжу со сказками. Я тебе сейчас почитаю. Только эта женщина была здоровая, и у нее почему-то было мужское лицо. Потом это был представитель таможней службы. То это был представитель милиции. То есть типа как правда. А потом у меня оказывается такой момент, я иду по Симферополю, по району, в котором я выросла. И я иду, смотрю, что идет парень, идет девушка русская с иностранцем. Они пытаются общаться по-английски, но они не могут, потому что она не понимает. Они такие, как бы у них там два слова там максимум и все там. И я смотрю, они идут. Я думаю, ну я предложу. А сама думаю, ну сейчас я, ребята, вам расскажу тут что как. И я говорю, давайте я вам помогу. Я буду просто переводить ваше общение, чтобы хоть как-то вам помочь. Ну девушка такая, да-да, а он такой как бы, ну ладно. И мы идем, какое-то время мы шли, шли, шли. Я все это район узнаю. Я думаю, ого, так четко, я еще местность не видела во снах. И мы идем, я им рассказываю, общаюсь. В то же время я его спрашиваю о чем-то. И вдруг так раз, и мы перемещаемся в место, как я так его назвала, место определения. Получается, я смотрю, они стоят, вот эти парень с девушкой и еще несколько людей. И такая как черта. И я им говорю, ребята, значит так, пора вам определиться, потому что у вас больше нет времени. Либо вы сейчас выбираете Бога, либо вы остаетесь жить, как вы раньше жили. Принимайте прямо сейчас, потому что у вас больше нет времени. Это последний шанс для вас. И многие люди, они начали плакать. Я им не особо много слов говорила, но они видели что-то, что-то не видели, увидели что-то особенное. Но этот мужчина, он так и не принял. И, ну, Бога, он остался в своей прежней жизни, который этот иностранец, он не захотел. И это все так очень, конечно, ярко. И потом опять я перемещаюсь, вот этот мальчик маленький. И как бы, ну, этот сатана приходит, уходит, он приходит, я его гоню. Ну, все, так хорошо, так мне так нравится. Думаю, власть, сила у меня есть, думаю, круто. Вот. А потом я вижу, что этот, в этого мужчину, ну, этот мужчина, он начинает нас преследовать, потому что сатана, ну, вошел в него. И тогда нам пришлось бежать. И, ну, мы убегали, и, ну, вот я не помню, чем закончился сон, но факт в том, что пока мы вот это вот бегали из дома в дом, из квартиры в квартиру, что я параллельно еще рассказывала, действительно, надо говорить это. И, ну, я немного отошла от того, что хотела сказать. Когда микрофон в руках, то все. Сейчас, и еще, я хотела еще сказать несколько слов. На этой неделе Бог очень пришел ко мне очень сильно. И такое впечатление, что была проведена черта, что невозможно жить прежней жизнью. Даже если мне захочется, я не смогу. Что я попала просто. И я не могу просто. Я... Сейчас. Я узнала верного Бога, и Он показал мне, что я тоже могу быть верной. Я говорю ему, ты мне открыл свое сердце, и ты мне доверил такую ношу на сердце положить, позволил. Ты мне положил, значит, ты мне доверяешь. Ощущение, когда ребенка первый там посылаешь в магазин за хлебом, да, он такой, о, я такой уже большой, там. Вот. Я такая думаю, о, я такая большая. Ты теперь мне веришь, да? Ты теперь мне веришь, правда? Ты мне дал это, да? Ну, все-таки, я же гуляю, сама там с ним разговариваю. Он мне говорит, я тебе всегда верил. И все. У нас не такое мышление, как у Бога. У нас... У Него другое. Аллилуйя. Аллилуйя! Два года назад здесь была школа недельная, и Настя Стаховская, она говорит, ну, иди, я тебя благословляю, пусть тебе папа пророческий сон даст. И мне приснился сон, что, значит, были люди, которых я знала, и эти люди были из Украины, ну, то есть я... И у меня было понимание, что они из Киева, и понимание, что я их знаю, но так вот я их не знала. И я должна была ехать с ними, но я в эту машину не села. Ну, это джип какой-то был, и все. И я ушла, и я пошла в гору. И на горе был дом. И я с этой горы смотрю на землю, и на эту машину набросились люди с битыми, и всех их убили. А я была на горе в этом доме, и я стала кричать, вся деревня, соберитесь в этот дом, спасайтесь, люди. И все укрылись в этом доме, и мы сидели в этом доме, молились, и потом уже пришли в камуфляжной форме. Я говорю, все нормально, это наши ребята уже, то есть все спаслись. Все, кто были на горе в доме, все спаслись. И вот то, что Вика говорила про невесту, первый самый день, ну, я понимала, что Иисус жених, а я невеста, первый день здесь за меня Паша молился, и говорит, ну, все, я отхожу, пусть он делает сам. Иисус, он встал на коленку и говорит, выйдешь за меня? Пойдешь за меня? Я такая ошарашена была такая, ну, потом я здесь все переваривала, такая, да, да, конечно, пойду. И вот то, о чем говорила Вика, что надо отпустить, потому что другого пути нет, и у меня такое видение было, что я как была с Иисусом, и моя голова все время оборачивалась куда-то, и я оборачиваюсь на берег, там мои стояли, мама, папа, брат родной, его семья, и там был стол накрыт, как свадебный, белый такой, на берегу стол. Это, видимо, ну, как их встреча с женихом, да, там, ну, и они говорят, мы тебя благословляем, иди, и все, и он в этот момент, он отвязал веревки просто, и я потом с Иисусом в лодке поплыла уже, все, и они говорят, мы тебя благословляем, брат говорит, да, давай сделай, что тебе надо сделать, и там все, то есть, и потом в этом видении было, что меня Иисус к отцу подвел, отец, ну, небесный, который отец, и он плакал, обнял меня, говорит, дочь, я тебя так ждал, я так скучаю по тебе, ну, то есть, обнимал, и я небесный отец уже благословлял, исполнить то, что предназначено исполнить, то, для чего ты сотворен, то, для чего он вообще создал тебя, если где-то было у кого-то какое-то недопонимание, и думали, не могли найти место себе где-то, он вам откроет и покажет, где это, что это, это его реальность, это его царство, это его небо, которое он через вас здесь будет на земле давать, то есть, все, что вам до этого Бог говорил, это да и имени, это правда, и те, кто даже сейчас, может быть, будет, ну, потом это, ну, свидетельство читать или что-то, приезжайте сюда, он здесь орошать будет своим дождем, и поднимет все то, что он вам до этого говорил, и через вас исполнить, что должен исполнить. Да, да. Я, конечно, без разрешения, Игоря, Игоря Нетстаховского, да, я вот по просьбе, есть? А он есть? Он здесь? А, позовите его, пусть он расскажет, у него тоже есть очень классное свидетельство, а пока может кто-то еще что-нибудь, что-нибудь расскажет. у меня такое переживание было на этой школе, что и Господь, Он приходит к своей невесте, каждому лично, и говорит, дорогая моя, я тебе даю выбор, я предлагаю тебе пойти куда-то дальше со мной, и вот сейчас я тебе даю этот подарок, пойдешь ли ты со мной, выберешь ли, скажешь ли ты да, и очень несколько переживаний было, молился за людей, я просто видел Иисуса, как Он стоит перед человеком прямо, или протягивает руку, и у Него в этой руке что-то есть для тебя, или Он просто стоит и смотрит на него, и ждет, пока ты сделаешь, но ты пойдешь навстречу Ему. Я понимаю, что это встреча жениха и невесты, когда жених, он жаждет привести свою невесту на более глубокий уровень отношений. Так что так вот. Множество вдалений решений, вдалений принятия решений. Вот Игорь Батькович. Нет, нет, а нет, да, нет, нет. Да, нет. Да, нет, хорошо. Так, кто-то другой еще хотел? Краткое свидетельство. Сколько, кстати, у нас там времени? Как мы себя чувствуем еще? Есть у нас вместимость? Есть, да? Хорошо, замечательно. Это было месяц назад, наверное, до этой школы. Я оказался здесь по Божьей воле. Меня кости потом зацепили в Кировограде. Когда я приехал сюда, я приезжал очень мощное ускорение в духе, настолько сильно, что я примерно три дня был, ну, не знаю, в таком странном состоянии, да, транса, комы. То есть я не спал. Да, и Господь там дал чертежи, ну, слава Богу, за него. Но что здесь я пережил в школе? Когда я приезжал в школе, я услышал такое, говорит, я, будет много работы. Я думаю, ну, много работы, слава Богу, за школу, да, много работы всегда на школе есть. Он говорит, нет, будет много духовной работы. И то, что я видел здесь, как Иисус, ну, реально просто пережил, это как Он мыл ноги России очень плотно, конкретно. А вот, скажем, тому же, как этот город на юге, что приезжали команда здесь, ходатай в Мариуполе, да, это было, ну, что-то с чем-то. Это не просто, знаете, какие-то обрывки фраз, это конкретный какой-то расклад. То есть, я к чему говорю? Что я здесь вижу, что конкретно Бог здесь высвобождает людей в призвании. Второе, близость, послание близости. Третье, вход какой-то, здесь реально есть портал, когда можно войти в сверхъестественное. И каким-то образом здесь можно в нем и оставаться. И каким-то образом Он дает такое понимание, что можно вот отречься из себя и в этом сверхъестественном двигаться дальше. То есть, войти в него и остаться в нем. И еще раз, да, подтверждаю, что здесь уникальное место. И Бог дал действительно этому месту что-то вот свое. То, что получали американцы, да. То, что получали американцы. Трудно объяснить, Вика, словами. Да, мне еще труднее. Спасибо за это место. Аминь. Так, следующий. Кристина говорила, что Иисус — это как лев, да, он сильный. Кристина говорила, что Иисус, ну, видела Иисуса, как льва, ну, сильного победителя. А я вот увидел как бы другую грань, да, как Агнец. То есть, что он досыпал на кресте. Это хочу просто... Еще, если у меня время есть, там, пару минут. Хочу один момент рассказать. У меня знакомый в Одессе парень. Ну, он, в общем, ходил в церковь. Ходил в церковь. Все вроде было, как бы, хорошо. И, ну, художник рисовал картину, начинающий художник. И один раз он рисовал, в общем, его... Ну, рисовал в какой-то местности непонятной. Его там, в общем, подрезали. И, ну, было зимой, его еще разделили, подрезали, в общем, и, ну, в общем, стресс, шок. И я так понимаю, что это товарищи подхватил, парень подхватил, очень. Каких-то нехороших товарищей. И я с его родственниками посещал больницу его. И он, как бы, такую фразу мне сказал, что, типа, ну, кровь Иисуса уже, типа, все уже не течет на землю, она уже, как бы, стекла. А я такой, я понимаю, что, ну, не он говорит, а кто-то через него говорит. И, ну, там, молиться как-то за него, как, ну, больницы, там родственники кругом, я не молился. И сейчас его встречаю, ну, говорю ему, там, вернись к Богу. Он, ну, объясняет мне, у меня просто было испытание, я его не выдержал. В общем, страшные вещи. И смотрю, в церквях что происходит. Люди вроде понимают правильные доктрины, они знают о невесте, но они болеют, больные. То есть они молятся, там, за исцеление, во имя Иисуса. Иисус не приходит. И ты сам-то тоже смотришь на какие-то моменты в своей жизни. Думаешь, Иисус, что, ну, и когда вот тут поклонялись, я просто вижу такое видение, как Иисус, крест, да, он на кресте. И крест, так, сколько над землей, где-то метров 200, может, так, ну, видно, хорошая, большая территория, он так на кресте. И в крови весь, и кровь его капает, на землю до сих пор капает. И Бог говорит, так тоже так вот, просто так, руки расставь, и присланись ко мне. И я так, ну, как, просто почувствую мое сердце. Я понимаю, что действительно, как у Дугеша, это уже есть песня, да, царь, он сидит на троне, а трон из клёна. Действительно, хоть у него есть власть, сила, всё, но он действительно священник, и он ходатайствует за нас перед отцом, и вот его кровь истекает, и это такая боль. Есть какая-то статистика, что спасается только 2% из умирающих. Вот люди умирают, да, а спасается только 2% из тех людей, которые, ну, верующие, неверующие, только 2% спасаются. Говорю, Господь, ты же умер на кресте, получается, что твоё жертвы напрасно? И он говорит, ну, я, у него такое понимание приходит, что он хочет, чтобы мы сделали больше, чем он сделал. То есть, он так же в Библии сказанно, то есть, мы должны пережить его сердце и сделать больше, чем он сделал, чтобы не только 2% то есть, чтобы уже это было не напрасно. И тут, как бы, тоже вот борьба идёт у меня, то есть, я думаю, у всех эта борьба идёт постоянно, то есть, хочется и, как бы, то есть, и как для себя пожить, и там, что-то для себе там, а понимаешь, что тут уже, особенно на школе, понимаешь, что надо делать выбор посвящения делать Богу. И хотя, ну, я понимаю, что уже всё, как бы, уже всё, уже нет вертирства. Спасибо, спасибо Господу за Ялту, за... Спасибо. Я тоже хочу сказать, что школа прошла не напрасно. И буквально каждый день Господь по-разному проявлял здесь. Я имею в виду не только за себя, но я понимала, что это касалось мне, но я не могла его держать при себе, потому что, он давал для того, чтобы мы по водам пускали. И как я могу оставить себе, и, как вы видели, меня просто несло быстро говорить об этом, потому что ощущала, он говорил, иди не смущайся, но говори, иди не смущайся, но говори, потому что есть, ну, есть такое у Господа. И вчера здесь, когда началось движение, это пиршество стола, и когда он призвал, говорит, придите, и было это пиршество, я пережила видение вчера, и очень... И это видение проявилось через мои действия. И каждая, когда действия я видела, я видела. И вот тут мысли говорили, сейчас скажу, не могу, но вместо того, чтобы сказать, не могу, я выжму с вас. Я вижу виноградину. То есть я пережила виноградину, большая такая в руках руки, и эта виноградина, она давилась, и это то, что стекалось, оно втекало в новые мехи. И каждый раз, когда... Я два раза это пережила реально, когда первый раз были барабаны. У меня пошла молитва иными языками, что я понимала, что аминь уже есть, сказано, но я чувствовала, что оно еще тут. И оно, понимаете, поднималось как бы как лесенкой. Вот молитва, я даже не понятия, я понимать, я просто подчинилась Господу, и Он так, так, и я все. И когда я почувствовала, что все, и это выжимка, выжимка, потом я ощущаю, что как будто бы закончилось движение. Я пережила движение во флагах тоже. Вы знаете, чтобы вот так флажками поработать, не получится. Я сколько попыталась, на самом деле нет. Но если Господь как показал, выжимка выжимал, и Он выжимал во время движения, это пророчество, когда было говорилось, что высвобождается пророчество в танцах, высвобождается пророчество в молитвах, у меня движение настолько усиливалось, и я это пережила, что это выдавливалось, выдавливалось. И я просто пережила эту виноградину большую, и она выдавливалась, и понятие, думаю, куда она идет в новые мехи. Оказывается, новые мехи это были здесь уже. Они уже здесь были, и я потом уже все, и я сказала, все, и я ощутила такую сытность, что у меня вот тут уже было, я физически кушать не могла, я сытность ощутила. И просто, и еще, я быстренько еще скажу такое, что показалось, ну, что эта школа уже была не та, которая была предшествующая. Господь настолько показал административный уровень, что я увидела, что не было, ну, смотрите, я переживала о том, что если я людей обслуживаю, у меня мысли были, путались, у меня мысли беспокойства, что я что-то здесь не ухватываю, но, оказывается, такого не было. Когда оказалось, что была здесь поставлена административная структура, структура дисциплина, ну, то есть структура, то эта структура намного помогла даже пережить вот эту суетливость, которая была первый день, что, но когда он восполнил, я потом поняла, вот это, когда Господь показал структуру, это был баланс, не было, никто не лишился ничего, потому что тот, кто находился там, он на следующий день сюда пришел и восполнил, он там давал людям, но сюда приходил, он снова получал от Бога, я чувствовала, что я там давала, у меня прекратились мысли, у меня прекратилась суета в голове, и я сказала, да, у меня ушло там, что сюда бежать, потому что на следующий день я приходила сюда, я получала даже больше видения, откровения, благословения, я получала больше, и я шла туда снова, когда приходили мысли такие, что такое? Почему я не там? Наверное, меня отстранили. Ах, враг, тебе нет мысли. Нет. Я сказала, я подойду сейчас к администратору и скажу, почему? И мысли, иди, нет, не подойду. И вдруг, вместо того, чтобы идти к администратору, спрашивать, а за что и как? Через другого администратора. Ты завтра работаешь. Подпрыгивала, потому что Бог давал. За меня, то, что состояние уходило, баланс уходил. И на следующий день, когда я пережила вот этот дискомфорт, я видела в зале, люди нуждались, то, что я получила. Я уже шла к этому человеку, и Господь меня утешивал, этого человека, и говорил, не сходи с дистанции. Не сходи с дистанции. Очень классно. Давайте по такому поводу поблагодарим, во-первых, администрацию, это служение Life International. Они помогли нам очень сильно. Ирочка есть здесь, нет? Ирочка, спасибо большое. Это действительно огромная помощь для нас. Спасибо большое. И давайте поблагодарим служение Ялтинской молитвенной базы, потому что фактически все были в служении все это время. Давайте похлопаем тоже. И пусть Господь, Он действительно восполнит, восстановит, и, ну, чтобы каждый был утешен и вознагражден действительно. Я знаю, что были разные ситуации. Кто-то, например, постился, а потом Его Господь благословил, и Он мог кушать потом целую неделю, Его благословили талонами. Ну, то есть есть разные свидетельства, где, ну, мы действительно по вере продвигаемся за Богом, и Бог очень благодарный. Бог вообще нас поддерживает. Он хочет, чтобы мы выросли. И Он содействует каждому нашему усилию, маленькому. И Он дальше нас приглашает. Я еще хотел тоже засвидетельствовать за эту школу, какие произошли изменения еще вот перед началом. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Я могу молчать и выйти с меня. Да, потому что Господь сказал «Вы Христово благоухание». Вот, и мне понравилось, что действительно то, что вот было перед школой, Господь говорил, что, ну, вот мы американцев-то и не знали, как бы не договаривались абсолютно ни о чем, когда вот было Бог... Ни о чем не договаривались! Ни о чем не договаривались! Не, ну, я вот Иисус, если вы помните это свидетельство, я выходил, говорил, что Бог будет делать вино, ему надоело вот это вот всякое разбавленное, что он сам будет делать вино и тут действительно наливал уже. И когда вот, да, вот американцы выходили, действительно, вино и любовь, вот, что... Знаете, вот в последнее время вот я молюсь за людей тоже, и люди сами свидетельствуют, говорят, какое-то вот наполнение любовью. Вот именно такая любовь, и я даже по себе чувствую, что, ну, как бы и Господь мне тоже, как бы, показывал, говорит, что я есть огонь поедающий. И вы знаете, что этот огонь, он... он есть любовь. И он говорит, что он идет перед нами. И, ну, еще, как бы, мы как тот куст, который огонь горит, ну, те, которые вошли в этот огонь, не побоялись умереть для себя, как бы... Но дело в том, что этот огонь у нас не палит. Просто через этот огонь начинает Господь говорить и Моисею, там, и... И еще мне Господь вот открывал то, что... то, что здесь происходит, действительно, это не... ну, это не только для Ялты, это... это идет... мы когда молились, было переживание, что вот армия, и это, ну, это идет именно на всю землю. Это идет на все континенты. То есть это не... даже не города, а именно... Я когда сюда приехал, мне Господь такую вещь сказал, я, конечно... ну, когда я уже здесь был, я понимал. Он говорит, проси нации. И то, что здесь происходит, это и есть сейчас, вот, становится армия Божья. И я видел... Это такая мощь, вот, как многие говорят, волна. Это такое... Я просто... Когда это, ну, в духе переживал, я просто... Я кричал, ого! Вот это да! Просто действительно Бог идет такой мощью, что Он будет все сметать на Своем пути. Это огонь, это, ну, это... это вино, это последний дождь. Это слава такая Божья, что, ну, вы просто... Ну, если вам сейчас рассказать, вы даже не поверите, что будет происходить. Но то, что было во времена апостолов, там происходило, это всего лишь, ну, как... малая часть того, что будет происходить сейчас. И это уже происходит. Это в духовном мире уже это происходит. Это уже... Оно уже... Оно идет. просто... Слава Богу за вас, те, которые подсоединяются, те, которые входят в этот огонь, те, которые действительно входят в эту печь, знаете, вот... Отдают жизнь, чтобы приобрести жизнь. Вот. И действительно, меня переполняет какие-то сверхъестественные внутри. Мне даже Вика говорит, ты какой-то изменился. Оно действительно внутри такое, что-то... Я не могу это словами описать, но такое впечатление, как будто ты действительно объят любовью. Она и внутри, и снаружи. И просто вот... И думаешь, неужели это... То, что брат говорит, постоянно в сверхъестественном, что здесь действительно ты постоянно в этом пребываешь, и как будто ты действительно отделен от этого мира. Я уже не помню те проблемы, которыми, ну, у меня там... Как будто вот здесь... А да, Господь окутал просто любовь, огонь, и происходит все так быстро. Ускорение. Шафар, тоже дую. Так долго. Честно, я не музыкант, но однажды молился, и мне Господь говорит, дуй шафар, и все. Я даже не знал, как на нем научиться. Я там пару раз, да, подудел, но когда Галима меня на сцену вывел, я там выдул так, что я сам пережил освобождение. Я вот закончил дуть. Ну, я не знаю, что люди здесь переживали, они что-то тоже переживали, но я закончил дуть шафар, и я реально вот моментально вот... Ну, как... Я и шел, у меня улыбка не сходила. Я заснул с улыбкой, у меня внутри такая радость. Ну, действительно, Господь вот пришел освобождением. Я делился, что прославление, да, благодарение, это благоухание Христово, и это все сейчас оно включено, ну, то есть в духовном мире сейчас просто то время, когда ты... Ну, пора уже, пора, ну, вот, знаете, как уже... Жених идет, пора уже... Мы... Мы так... Мы уже много с чего прошли, знаете, и сейчас вот как бы перед финишем нам нужно вот действительно вот впрыгнуть уже в полную, и уже вот перед самым концом, знаете, потому что обвенчает не начало, а конец. И я просто ободряю тех людей, которые еще... Ну, которых ранили, может, кого-то там покусал, делал. Просто сейчас, ну... Да, просто ныряй в Божью любовь, ныряй в эту благодать, да. И для Бога нет ничего невозможного. И сейчас такое время, что Он очень быстро меняет. Я вам честно скажу, даже вот два года назад, ну, уже время просто сжалось. Ты сейчас не... То, что раньше годами мы вымаливали там, постились, сейчас ты вообще этого не делаешь. Ты просто вот молишься, ответ моментально приходит. И это именно сейчас идет последний дождь, как мне Господь... Мультик вот этот классный. Мне Господь через мультик говорил. Там, знаете, этот китачок и мишка. Винни, Винни. И он, знаете, там, он на шарике висит и говорит, я тучка, тучка, тучка. И пчелы такие там... Он говорит, тут какие-то щелы неправильные. Он смотрит на них, они жужжат. Ну, мне просто Господь говорит, я тучка. Как вот говорит, я вижу облачко, свинчаную ладонь. Ну, как мы, мы всего лишь облачко, но это говорит о том, что идет дождь, и надо, пора бежать, царю. И у меня тучкой Господь еще вот мишка, да, и пчелы. И как бы Господь просто говорит, ты как тот мишка. А это пчелы, да, вот невидимый мир, там бесы, дьявол вот эти, как пчелки. Они на тебя смотрят, и ты такой, ого! Они тебя так окружили. И ты хочешь сказать, я тучка, 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 я не медведь. Ну, а мне просто, ну, Господь говорит, да не переживай, у них жала нет. Иисус просто сказал, ну, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Поэтому не бойтесь этих пчел, они без жала. Они жужжат. Все нормально. Да. У тебя, ты мишка, тебя они не... У тебя там такой слой жира, ну, помазания, что даже если ужали там... Нет, он меня просто рассмешил через этот мультик так, ну, просто начал говорить. Вот, я просто смеялся где-то с полчаса. Просто вот. Ну, я пришел к Богу, такой жалуюсь, Господи, ну, меня вот достали, вот это, вот это, вот это. Ну, действительно, как... И он мне вот через мультик вот этих пчелок показал, говорит, джи-джи-джи. Да, они жужжат, но они только жужжат. А тебе они не повредят абсолютно. Поэтому бери, ешь мед, молоко и благословение. Аллилуйя. Аллилуйя. Ля-ля-ля. Жужжу. Ля-ля-ля. Жужжу. По секрету всему свету про Иисуса расскажу. Так интересно, Паша, я скажу то, о чем я хотела сказать, и Паша сподвиг меня сейчас вот на такой комментарий, на небольшой, когда он говорит, что он взял шафар и пытался там дудеть, и, ну, как в пол. Я говорю, Паша, надо так, чтобы вот видели, слышали там микрофон, все. И, знаете, кто-то делает пророческие движения, а кто-то сподвигает к тому, чтобы через пророческие движения мы не знаем, но Бог знает. Например, Паша взял шафар, его сподвигали, не потому, что я хорошая, меня тоже как Дух Святой он как подвел, и он начал что-то через это высвобождается, когда он гудит в шафар. Может быть, порой нам кажется, что что он гудит и гудит и гудит, вот жужжит и жужжит, вот что он, а он что-то делает, Бог что-то через это делает. Теперь, что касается флагов. У меня не всегда бывает, что, но тоже Дух Святой он сподвигает к тому, чтобы раз-раз-раз, не просто, чтобы было красиво, а это для чего-то нужно. Например, Натаха, когда-то ей, она только начала к нам ходить, и когда-то ей было плохо-плохо, стоила прислонившись к стене, и Бог говорит, иди дай ей флаг. Я подхожу, говорю, на. Она, нет. Я говорю, папа сказал. Она до сих пор скачет. А стояла в унынии. То есть, Бог через какие-то пророческие движения других людей высвобождает тебя в дары какие-то определенные и предназначенные только тебе. И еще, знаете, как со стороны, вот интересно, Бог дает мне такое свидетельство. Ну, кто-то, может быть, и на меня смотрит тоже со стороны. То такое настроение, то такое настроение. И знаете, когда народ подъехал, там первая неделя, вторая там неделя, вот, и Людмила Гавриловна, которая уехала, слава Богу за нее, они приехали с Леной Щербиной в первую неделю, в понедельник. И, ну, Леночка, она здесь у нас жила давно и долго, и мы ее знаем. То есть, она приехала домой, как на побывку. А Людмила Гавриловна, вот такая пришла, как Юля говорила, пастор в репцентре в Никополе, памятник, просто памятник. Слушайте, мало того, что она жила, она не памятник, а цветник уехала, у нее исцеление, подружилась, то есть, вообще, такая свобода, такая свобода. И я сейчас вот смотрю на многих наших, ваших, приезжих, все наши. Бог такую семью вообще расширяет и расширяет все наши. И у всех такое настроение. Вот Антон приехал, полупамятник, может быть, тоже, тоже он такой, слава Богу. Знаете, вот многие просто настолько классно и сердце радуется. И нам, конечно, бывает нелегко и трудно и тяжело, но глядя на то, что Бог делает, думаешь, Бог, за это можно действительно вот все отдать. И радуешься, и от того, что еще это будет, и будет, и будет, и будет продвигаться. И слава Богу. А 20 числа по окончанию второй недели, я думаю, ну как бы так, что-то написать хоть на Фейсбук или там еще куда-то. И раз так написала, и там только друзьям там, или доступно всем. Я думаю, нажимаю кнопку, доступно всем. Я не знаю, кто это получил, но по крайней мере, когда спустя, во вторник, наверное, я залезла, нашла время, думаю, что-то, может быть, кто-то написал, пишет Мартин Смит, Манчестер, наш любимый Мартин Смит с Манчестера, с Великобритании. И он пишет, смотрел, и вот чувствуется, прямо у него это так вот клокочет все внутри. И он пишет, смотрел, и Светочка в прославлении была, и что бы я сделал, чтобы, ну типа, я не помню там дословно, сократить вот это расстояние в тысячи километров из Англии сюда. Он говорит, я не могу дождаться, когда будет июнь. Вот, да. По этому поводу сразу объявление хочу сделать. Вот Мартин Смит приезжает в июне, 19-го, по-моему, 19-го, ну если что, мы там уточним даты. 19-го июня он будет здесь с командой, а в мае будет Лорен Сэнфорд, кто знает Лорена Сэнфорда и его сына Нейтана? Ну большинство, я думаю. Вот, и будет пророческая школа. Я надеюсь, мы все-таки попадем на пророческую школу, которая не получилась у нас в начале этой школы. Вот, поэтому будет, Бог усмотрел, и пророческая школа будет в 20-е, 23-е, да, 4 дня, 20-е, 23-е. Светик пошутил, говорит, если Сэнфорда не засосет земля, то мы услышим пророческую школу. А как вы думаете, когда мы говорим пророческая школа, что у вас, какое представление? Это стоит человек, и он что-то из листочка читает? Или пророческая, это что-то происходит пророческое, да? То есть, это же все пророческая школа, да, правильно? Молитвенный дом семейного типа, это новый перл, у Ларисы сегодня вышел. Вот, потом у нас планируется в июле двухнедельная, мы так, ориентировочная школа для музыкантов и поклонников, но мы хотим сориентироваться больше на молодежь, но, как мы уже говорили, молодежь, понятие растяжимое, вот, поэтому кто чувствует, что он растягивается до возраста молодежи, вот, поэтому это где-то в июле будет. И в сентябре Лариса, вот, может сама рассказать, план какой? Амоса 9.11, помните, было такое местоописание у нас? Так вот, 9 это сентябрь, 11 это число. Так вот, там где-то возле 9, 10, 11 числа, мы в сентябре здесь планируем такой молитвенный слет на тему про Божие утверждение правосудия, ценность жизни, вот, и такое время молитвы, поклонения, и вот все, что связано вот с этим направлением, чтобы можно было пойти глубже. Вот то, что мы переживали здесь во время этой школы тоже, да, вот, прикосновение к Божьему сердцу, и мы вместе молились там против абортов, за жизнь, за усыновление, дух усыновления, против, за спасение жертв сексуального насилия, рабства, да, то есть, цель в том, чтобы нам собраться и пойти вместе с Господом и с Его Святой Горы, вместе с Ним утверждать Божие правление на земле в сфере Его правосудия. То есть, это как вот такая тематическая, молитвенная такая гора, вот, не обязательно мы будем на гору ходить физическую, ну, в общем, такая цель в сентябре, и Бог уже некоторым людям положил в сердце желание быть в это время здесь, вот, и если вы тоже будете чувствовать призыв, чтобы быть здесь, чтобы вместе молиться на эту тему, и это не только для Ялты, но отсюда, с этого места, молиться за регионы, непосредственно Восточная Европа, но также конкретные страны, может быть, Господь будет нас направлять, то есть, цель приехать, вместе войти в Божие присутствие и вместе с Ним в партнерстве осуществлять вот такого рода правление, управление, управление. Вот, да, да, еще, пожалуйста. Я просто сижу и знаю, что выходить микрофону всегда трудно, но Господь, как бы, я сидела, анализировала, вот три недели, они все разные очень были, я вот так подумала, первая неделя, что произошло, мне перед этим Господь говорил, вопреки, несмотря на, ну, и Мишель об этом говорил, что каждое обстоятельство, каждая трудность в нашей жизни вообще, если на нее посмотреть с другой стороны, то она нас выталкивает, просто рождает к Богу ближе, и я свидетельствую, это в моей жизни всегда происходило, ну, как бы, я вот говорю это, и кто видит, и слышит, это очень важно, пересмотреть, и все. Вторая неделя, я, когда мы здесь пропитывались, я увидела, но я верю, что это тоже не для меня, для кого-то еще, поэтому я хочу поделиться, я увидела сад, очень красивый, там очень много красивых деревьев, я поняла, что это земля была, это чья-то душа, чьи-то души, по которым очень много ходили, пробегали кони, пробегали татары, там, и все, ну, то есть разрушенная земля, и я увидела эту землю уже Богом возлюбленным, просто насаженную, очень красивые деревья, необычные цветы, и вокруг увидела ограду, что он уже просто оградил для себя вот эту душу, многие души он здесь просто исцелил и оградил для себя, для личного, бережного отношения, вот, я просто благословляю все эти сады у кого, чтобы они расцвели, чтобы вы поверили в это, Господь очень много исцеления сделал, это просто оно будет и будет, будет проявляться, вот, а третья неделя, она такая была, серьезная, конечно, я всегда, ну, когда говорят, вот, женщины впереди, все время, там, и воины, у меня такое противление было против этого всего, мы воины, ну, во Христе Иисусе мы ни женщины, ни мужчины, но я стояла, как конь, ногой все время била, била, понимала, что Господь все равно выводит туда, и в последний день, когда он спросил, как у вас со знаниями, я вот ощутила, что у меня голова вроде в три раза больше меня, у меня уже столько не поместится, ничего, я знаю, это переварится, будет время, ну, и как раз пошла вот эта пьянка, русская, мы напились, они напились, и все это вместилось, и просто удивляешься, вот сколько всего за эти три недели Господь сделал, мы еще будем переваривать, переваривать, а тут уже скоро и опять события, и опять события, и Господь кого-то зовет сюда, еще привлекает, вот, и приезжайте, приезжайте, ходите. мы нашим из Америки, мы нашим из Америки объясняли понятие, что значит наши, знаете, как это, это такое понятие, которое свойственно нам, вот, и мы объясняли, что это значит, это вообще сложно объяснить, а тем более еще на другом языке, так вот, когда, вот буквально несколько минут назад кто-то говорил, и вот американцы, они там говорили, а я сижу, у меня такое как-то даже, аж как-то вот, конечно, они американцы, сто процентов, вот, у них паспорта даже американские, но вот такое чувство, как вот хочется сказать наши в Америке, вот как-то вот так вот хочется сказать наши в Америке, вот правда, да, вот, вот, так что наши в Америке, да, давайте помашем наши в Америке. We love you! А нашим на Украине тоже, особенно тем, которые из Америки приехали сюда, и наши на Украине тоже. Теперь у нас наши есть и в России, и в Белоруссии, и в Казахстане, в Удмуртии, в Молдове, Харьков, это тоже есть такая страна, Евпатория наша, в Киеве, в Боэрке, в Симферополе, в Алужте, в Одессе уже наши есть, в Севастополе наши есть уже. Ой, куда не глянешь, везде наши есть. Как приятно. Везде наши. Аллилуйя. Слава Господу за всех наших, которых Он делает вот этим одним в духе, как семья, как вот это единство, которое оно не от человеков, оно реально от Бога. Вот это вот. И от меня тоже хочу сказать спасибо всем нам за то, что за часть каждого из нас, который вот между нами и Богом, что вот та жертва, которую, ну как-то откровение, та жертва, вот почему мы все сюда приехали. Ну, никто из нас сюда не приехал только ради кого-то из нас. То есть мы все приехали, потому что, ну, ради Него, да. И вот чем ближе мы в Него углубляемся, тем каким-то образом мы даже ближе друг к другу становимся, потому что, наверное, как-то вот в одно и том же направлении движемся. Вот. И поэтому пусть Господь нам всем продолжит помогать глубже к Нему придвигаться. Вот. И вот наше вот это вот как племя, да, вот как левый с колена Иудина, да, вот это наше колено, частью которого мы являемся, да, вот как вот, ну, левиты, там, священники. Ну, в Иисусе Христе мы все призваны туда, да, но как и приглашение, как Максим говорил, ну, как Иисус, Он всем протягивает. И, ну, как, не знаю, как вы, но лично я благодарю тоже Бога, что на этих неделях Он дал мне благодать, более глубокое посвящение тоже, ну, дать продолжать глубже идти. И я звоню сестру, когда молилась, я видела вот это вот видение, как, ну, как бурление, бурить, да, вот, бурить глубже, да, вот как вот Бог, Он уже пробурлил у нас колодцы. То есть вот у нас есть колодцы живой воды, которые из нас истекают, да, но Он, Он хочет дальше бурение это углубить, чтобы, как проществовала Мишель, до нефти, да, вот, до этого масла, ну, как ойл, да, то есть вот. И вот чувство такое, что действительно вот и лично в каждом из наших жизней, наших отношений с Ним, что это то, что Он делал здесь, и Он будет продолжать это делать, и пусть Он даст нам благодать не спрыгнуть. Да, да, аминь. Давайте попросим у Него еще бы эту благодать, чтобы мы действительно могли совершить свой путь. Просто, коротко, да? Господь, мы просто соглашаемся, что не нашей силой, не воинством, но именно Духом Твоим, Господь, Ты поможешь нам быть верными, и Ты поможешь нам добежать дистанцию, и Ты укрепишь нас, Господь, и защитишь нас от наших собственных глупостей, Господь. И Ты будешь нашей мудростью, нашей силой, помазанием и дверями открытыми, Господь. И если надо, закрытыми, и будешь и жезлом, и посохом, Господь, для нас. И Ты укрепишь нас и наши ноги на этом пути, Господь. И Ты сделаешь нас, как тело, живым и действительно помогающим друг другу. Если я буду в слабости, будут рядом руки, которые помогут мне. И если кто-то рядом в слабости, мои руки смогут помочь. И, Господь, это будет от Господа. Ну, это сила, она и любовь, она от Господа придет. Господь, мы благодарим Тебя за живое тело. Аминь. Верочка, да? Белоруссия. Я хочу сказать слова благодарности моему Господу за то, что я нахожусь здесь. И, конечно же, вот таким прекрасным сердцам, как Вы. Потому что я, когда узнала про эту школу, я сразу на нее захотела. Но у меня финансовые возможности были только на одну неделю. Но Господь знал мое тайное желание сердца. И я еще дома почувствовала, что Господь что-то для меня приготовил. Я приехала. Зарегистрировалась на одну неделю. И когда эта неделя кончалась, меня сестрички на регистрации спросили, ну что, как Вы? Я говорю, знаете, я бы хотела, если есть возможность, я бы хотела остаться на всю школу на три недели. И потом, когда я сказала Господь, я не буду никому говорить, потому что если Ты хочешь, то я останусь здесь. И потом одна сестричка подходит ко мне, она сейчас ушла. А одна сестричка подходит ко мне и говорит, вот вера мне, Бог на сердце положил, пригласить Вас к себе, я на базе живу, к себе пожить. Она отдала мне свою постель, и она отдала мне свой весь обед, все свое пропитание. И, конечно же, я была очень счастлива, когда я спросила, а как Ты? Так, за меня не переживай, не беспокойся, я в руках Господа, я на Его обеспечении. Мне, конечно, это было сложно принять, потому что мне девочки сказали, вы можете остаться только на том условии, если кто-то за Вас заплатит за все три недели. Ну, а получилось так, что вот сестричка, может быть, она не хочет, чтобы я ее назвала, но она знает, кто это. Вот, отдала мне вот свой кровь, отдала свое пропитание, и я очень благодарна Господу, потому что, ну, потому что это Господь. Меня вот мой папа земной назвал верой, и я люблю жить верой. Вот, и Господь, Он тот, кто верит, Он Его благословляет. И я благодарю, я очень счастлива, спасибо Вам за Ваше красивое сердце, потому что, на самом деле, я здесь обрела еще одну свою семью. Вот настолько Вы мне стали все родные, что, честно, я не хочу отсюда уходить, не хочу уезжать. Вот это мой родной дом. Мы с Мариуполя, вы знаете, да, нашу команду, да, ну, ехали сюда тоже такое свидетельство небольшое, да, с двумя Давидами, да. Благословенное потомство. Кстати, по поводу вот этого мальчика Давида, там второй Давид чуть постарше, Ну, вот этого супруга у меня лично не хотела его так называть, но Господь все равно распорядился его назвать так, да. И сюда ехали, вот сестричка вот сидит с нами, тоже особо не было финансов, да, но Господь усмотрел, вот по благодати она сейчас здесь находится, да, наполняется. Я сюда ехал просто как в команде, да, не планировал сюда ходить, но Господь тоже так усмотрел и ваши сердца расположил, чтобы и я здесь побывал. Лично мне Господь здесь сказал, показал поклонников, это первое. И второе у нас, мы планируем церковь от Мариуполя, там такое поселок, 15 тысяч, Володарская. Планируем там церковь организовывать и думали долго о названии, как это будет. И вот Господь тут тоже в видении сестры показал, что это будет дом молитвы. То есть как бы, потому что последнее, последнее время на земле Господь, то есть для него нету названий церквей, да, мы все для него дети, поэтому он будет объединять нас для того, чтобы мы ему служили и прославляли его имя. Ну так, вкратце, да, больше. Я даже смотрю в поля и хотела о пороческих флагах, думала выходить, не выходить, когда я сразу сказала, думаю, ну все, надо выйти. И у меня было такое видение, что я стою, и как бы много-много молодежи вокруг меня. И я поднимаю флаг, и этот флаг превращается в кровь, и как кровь начинает стекать на эту молодежь. И я сюда, когда приехала, я видела все время красный флаг, и Господь говорит, сделай это пророческое действие, просто возьми его, просто ты помаши. И от той смолы мне получалось, что как-то неудобно было, и все время как-то не получалось, да. И сегодня уже, ну, когда уже все разойдутся, возьму все равно этот флаг и помашу. И уже сели под конец, и сестра начала флаги раздавать, и не хватило у нее всем, чтобы дать. И смотрю, она пошла назад, и берет красный, и смотрит на меня, и думаю, ну все, это мне. Я взяла, начала махать, и так прям чувствую, что больше надо это все делать. И сестра говорит, все, выходите сюда на сцену, и здесь машите, и здесь тоже могла. И второе свидетельство, что когда я пришла утром, и так тяжело стало сердце, так хотелось наполниться на этой школе, в этих Господа в глубже, что-то получить большее. И сижу утром, думаю, ну как уезжать, если еще больше жажды, еще больше по Господу, как бы не наполнилось, а еще больше. Как же я уеду сюда, что-то недополучило. Что-то, ну не то, прям, ну не хватает ничего, я не могу ехать туда, прям не могу успокоиться. И когда здесь молились, и Вика молилась за надежду, и вот просто в этот момент, когда молились мне, просто плакала очень, и просто родилась эта надежда, Господь какое-то видение дал, что, ну все, Господь говорит, я тебе сказала, что будет все новое, все старое, все новое. И Он говорит, что все, я тебе сказала, что так будет схватить за эту надежду, что не будет по-старому, вернешься, не будет, как было, а будет все новое. И третье, что я хотела сказать, я так благодарна за людям, которые плакали с нами, молились, с нами не подходили, говорили, давали слово от Господа, и тот, и тот, это было так важно, такая поддержка была, такую любовь. Я и мы все ощутили свет, это мы просто благодарим, эти люди такие родные нам стали, мы очень благодарны, спасибо. Я предлагаю просто еще прославить Бога в конце, давайте минутку. И единственное, что я хочу, чтобы еще у нас два небольших объявления, у нас это уже для местных.